Я приветствую вас, дорогие друзья, уважаемые гости и подписчики моего канала. Всем большое спасибо за то, что смотрите интервью, реагируете на мысли экспертов, спикеров, разных приглашенных мною к беседе людей и очень много отзывов позитивных после нашей предыдущей встречи с Павлом Щелиным, политическим философом. Павел, здравствуйте, рад вас видеть. Здравствуйте. Павел, я хотел бы с вами обсудить очень такую, ну вот проявляющуюся в разных совершенно позициях тему перемен в Соединенных Штатах Америки. Причем это не предвыборная риторика, какая-то там популистическая игра, а вот таких фундаментальных вещей, трещины экономики, обсуждает в одном из университетов в своем докладе Салливан. Его уже заклеймили там Леваком, потому что говорит о том, что государство должно больше включаться в экономику, сравнивает Америку и Китай, как главного конкурента, и говорит, что Америка проигрывает. Кристаллина Георгиева, МВФ, говорит о том, что дедолларизация по планете уже начала шагать, от доллара не откажутся, но тем не менее процесс запущен. В самой Америке очень интересные вещи происходят с ФРС и их учетной ставкой. Есть призыв, что, ну, прекратите ее поднимать. Как это сказывается вообще на вот этих геополитических изломах, о которых мы говорили в прошлый раз, кому интересно, перейдите, посмотрите. Ну и ускоряет это процесс фрагментации мира? Если да, то каким образом? Ну, вопрос у вас получился очень многогранный. Я попытаюсь ответить на те части его, в которых я более-менее разбираюсь, и надеюсь, уважаемым слушателям, зато будет какая-то польза. Разумеется, процессы в США напрямую влияют на общемировые глобальные процессы. Разумеется, это приводит к ускорению. И да, наверное, вы в какой-то мере правы, если говорить о том, что сейчас мы наблюдаем кризис именно модели. Я повторюсь, я не экономист, то есть как бы я на экономику смотрю со стороны, но кое-какие вещи, наверное, можно заметить даже не будучи экономистом. В предыдущие 30 лет мы наблюдали одну, в принципе, неплохо работающую систему, которая обладала, условно говоря, четырьмя основными, насколько я понимаю, может быть, не до конца проговоренными, но очень основополагающими элементами. Первый элемент был то, что мы, Америка, обеспечиваем глобальную свободу морской, прежде всего, от торговли. То есть мы являемся гарантом того, что любой товар может быть продан на мировом рынке по рыночной цене. То есть это был первый такой фундаментальный стол. Второе, то, что Америка, мы являемся держателями мировой резервной валюты, и, по сути, основным экспортом США являлся доллар. То есть это вот второе условие той системы, которая была. Трикое условие, то, что Америка замыкает на себе все самые вкусные, привлекательные концы технологических цепочек. Это хай-тек, это биотек, это в каком-то степени разработка вооружения, на вооружение так меньше. В основном, конечно, речь шла об электронике и фармакологии, и биотехнологиях. Ну и, наконец, четвертое, это то, что при необходимости мы, как Америка, можем осуществлять бесконечное стимулирование внутреннего спроса за счет эмиссии, причем вся избыточная инфляция как бы стерилизуется вовне. То есть, по сути говоря, мы несем минимальные инфляционные риски по сравнению с тем объемом эмиссии, который мы себе позволяем. И то, что происходит сейчас, просто как наблюдение. Я не до конца понимаю, почему именно сейчас, почему это происходит вот так, как и происходит. Но мы просто видим то, что по каждому из этих основных элементов идет кризис. Можно предположить, что с одним кризисом в одном элементе система бы справилась, может быть, с двумя справилась. Но сейчас кризис идет буквально по всем. Гарантия свободы торговли. И режим санкций показал то, что не такая уж она и свободная. И мы даже отступим вопросом, насколько это справедливо. Тут важно то, что другие мировые игроки увидели, что доверять Америке как арбитру они более не могут. Если начнется какая-то противоречие глобальная, а мало ли какой он может начаться, или какой-то конфликт, то вся свобода торговли останется под удар. То есть вот этот санкционный удар, он на самом деле нанес гораздо больше именно логический, если угодно, проявил больше логическую атаку именно по той системе, которая гарантировала Америке вот этот очень важный для нее статус арбитра. А это надо понимать, что не случайно, потому что поддержание этого статуса арбитра уходилось очень дорого. Америка была единственная страна, которая могла позволить себе содержать океанский флот, который способен обеспечить вот эту свободу международной торговли. В другие страны даже Китай близко не находится пока на том уровне. Даже Китай может контролировать только свою локальную приборежную морскую зону. Выйти на вот эти океанские по-настоящему просторы, то, что называется, океанский флот, даже Китай пока даже близко не может. А Америка это держала вот 30 лет. То есть это было дорого. Отсюда, кстати, очень много вот этих вечных разговоров ряда американских президентов о том, что давайте платите нам за наше содержание. Но негласная сделка была в том, что вы платите за это, но взамен вы получаете вот эту возможность бесконечного резервного. бесконечного резервного валютирования. То есть первый элемент. Второй момент тоже с санкциями связан. Действительно запускается процесс дедолларизации, причем он не одновекторный, он именно многовекторный. То есть мы видим, Индия свои проекты делает, Китай свои проекты делает. Причем это все очень... Нету какого-то, знаете, единого игрока, единого актора, который вот просто вот говорит, вот была ваша резервная валюта, а теперь моя валюта будет мировой резервной валютой. Нет. Длойка идет о том, что создается множественность каких-то отдельных соглашений, отдельных контрактов между странами в национальных валютах. То есть очень сложно выделять какого-то одного ключевого участника, но процесс тем не менее идет. А то, что раньше помыслить было невозможно. Сейчас, по сути, разговоры о том, что дедоллар утрачивает статус именно мировой резервной валюты, становятся общепринятым местным как внутри Соединенных Штатах, так и в международных институтах, так и на международной арене. И это создает следующую проблему, потому что если это происходит, то теряется вот этот механизм бесконечного поддержания внутреннего спроса внутри. То есть опять-таки я не знаю почему, честно скажу. То есть может у вас будет экономист, который объяснит лучше, чем это происходит именно сейчас. Но очевидно, что именно сейчас вот это стимулирование достигло некоторого предела, и экономия оказалась в инфляционном кризисе. То есть если давить инфляцию, надо повышать процентные ставки, но повышая процентные ставки, мы вызываем банковский кризис. Вот буквально за последние два месяца три крупных банка лопнуло. Три. Это очень много. То есть общая сумма капитализации, которая сгорела, там приближается к триллиону. Меньше, чем триллион, но приближается. Там порядок цифр на сотни миллиардов долларов идет. И очевидно, что банковская система не может жить при таких высоких процентных ставках. Но если эти высокие процентные ставки не держать, а они еще не очень даже и высокие, то то инфляционное давление, которое было, оно снова вернется. Потому что инфляционное давление, его удалось только замедлить. Разворот пока не произошел. То есть это большая проблема опять-таки. Почему это сейчас, я не знаю, но тем не менее, это мы отмечаем. Это большая фундаментальная проблема. С западными частыми цепочками тоже произошла проблема, потому что американское потребление стало в разы больше, чем, собственно, американский экспорт-импорт за счет, опять-таки, безграничной эмиссии. И получается, что Америка привыкла потреблять. Она по глобальному потреблению в два раза больше, чем глобальному производству, по своему вкладу в глобальное производство. Опять-таки, в рамках старой системы работала хорошо, сейчас, очевидно, с этим начинается проблема. Но если проще, берет от миру больше, чем миру отдает. Ну, скажем так, если... Ну, если, если смотреть исключительно вот в таком... Ну, это опять, тут надо не впадать вот в это, знаете, такой коммуник, какой-то ком... Пафосные слова. Это чисто касается потребления промышленных товаров. Потому что Америка, например, давала очень много в плане R&D. То есть, Америка, например, тащила на себе под сути расходы на весь мировой биотек. То есть, почему, например, медицина в Америке была такая дорогая и дотягивалась такой дорогой? Потому что почти вся... Весь объем инноваций в сфере биотехнологий, он в Америке. За счет американских разработок. То есть, Америка очень много дала миру с точки зрения... Давала миру с точки зрения, например, патентов, с точки зрения вот просто то, что на глобальном рынке технологии распространяются очень быстро. Вам самим не надо проводить... Содержать весь исследовательский комплекс, вы, по сути, можете просто технологию копировать. То есть, Америка в этом смысле, например, давала гораздо больше, чем от мира получала. Но если брать чисто вот этот узкий аспект потребления товаров, то да. То есть, надо быть все-таки гораздо более точным. То есть, чтобы... А то, знаете, очень любят такие популярные, большие, эпокалитические такие высказывания делать. Нет. Но именно если брать чисто потребление, повторюсь, промышленных товаров, то да. То есть, это все-таки есть разница. А сейчас, опять-таки, в условиях вот этих санкционных новых сдвигов это становится гораздо сложнее. Потому что перезагрузить собственную экономику, для этого требуются другие компетенции. Тут же в этом еще связано. То есть, у вас тип экономики изменился, и внезапно вам нужны те компетенции, которым ваша же система образования последние 30 лет не готова. Вам нужны люди, которые будут на заводах работать, вам нужны люди, которые будут мосты строить, дороги строить и так далее. Этого за 30 лет очень много компетенций потеряно. И хуже того, за эти годы произошла какая еще проблема. Именно в силу такой особенности американского стратегического положения большая часть прибыли в ней создавалась в финансовом секторе. Соответственно, все самые талантливые шли в финансовый сектор. Но за побочная цена, какая произошла? Десятилетиями, например, не производились инвестиции в инфраструктуру. Наверное, слушатели знают, до последних полгода просто бесконечная череда инфраструктурных аварий. И там чуть ли есть какие-то кинкспирологические теории о китайском влиянии, о российском влиянии. Да все гораздо проще. Просто если вы 50 лет ни во что, мосты не ремонтируете, то они у вас рано или поздно в инфраструктуре наступают период амортизации. А предыдущие годы стимула-то не было. Потому что зачем вам это делать, если можно... То есть инвестиции в инфраструктуру в этом условно 2-3% получите, а на спекуляциях на финансовом рынке 10%. Кто будет этим заниматься? Исключительно рациональная стратегия. Но тучные годы закончились, накопленные проблемы остались, кризис наступил. И вот это все в комплексе получается то, что старая модель, она больше функционировать не может, а какой-то новой альтернативной концептуальной модели, которая бы быстро смогла перезапустить механизм, сохранив при этом старую систему, тоже не наблюдается. То есть любая перезагрузка будет болезненной. И вот это влияет на общие процессы, которые происходят на мировом рынке. То есть я бы сказал так, это создает окно возможностей для других игроков, которыми они активно пользуются. Как это влияет на... Да, как вот этот процесс вышеописанный влияет на политику Соединенных Штатов. Вот это вот прям очень интересный момент, потому что вот когда курица или яйцо, что первично, политика или экономическая ситуация. Вот что бы вы сказали по этому поводу? Ну, политика первичней, чем экономика. Но они взаимосвязаны. Проблема в том, что текущий политический класс, в силу отдельного ряда причин, о которых мы поговорим, наверное, чуть позже, он технически не способен осознать масштаб вызова и технически не владеет компетенциями по преодолению этого самого вызова. Я прошу прощения, скажите, что такое технически? Потому что не способен осознать это... Технически в смысле... Ну, технически в смысле, если рассматривать мышление как некую технику, назовем это так. То есть они даже не могут что-то помыслить, назовем это так. То есть это как бы... Нет такой опции. То есть, условно говоря, у вас мышление может развиваться по двум-трем сценариям. Все, что выходит за эти флажки, вы даже помыслить этого не можете. То есть вот там... Это вообще в целом общая проблема. То есть здесь как бы не надо сильно только на Америку наезжать. Просто их проблемы, они по последствиям для всех больше. Просто в силу размера. Но проблема на самом деле глобальная. Вот это невозможное стратегически мыслить в условиях меняющейся обстановки. Это знаете, с чем можно сравнить? Это можно сравнить вот с... Очень похожая ситуация была в СССР в 80-х годах. Вот эти комсомольцы, условно говоря, которые в рамках системы могут что-то делать и очень хорошо решают свои клановые разборки, личное обогащение. Но осмыслить происходящее, предложить из него выход, они технически не в состоянии. И вот это большая фундаментальная проблема. Так что политический класс, по крайней мере текущий, он неадекватен той сложности, которая на них накопилась. И на это накладываются еще дополнительные внутренние процессы, которые происходят внутри самих североамериканских Соединенных Штатов, особенно на философском уровне, о чем мы, в частности, говорили на предыдущей программе. И это все становится совсем взаимосвязанным. То есть время для них становится очень тяжелым, оно требует очень ответственного, намудрого лидерства. Но это лидерство мы сейчас как раз и не видим. Мы сейчас видим просто клановую борьбу. Но это отдельный такой вопрос. Очень интересно. Смотрите, больше страдает Америка от неспособности понять масштаб, скажем так, происходящего во внешней политике или во внутренней? Внутренней, конечно. Абсолютно внутренней. Абсолютно внешняя политика для Америки всегда вторична. Это то, что не понимают люди думают, что Америка мечтает только о внешней политике. Это всегда функция от ее внутренней политики. Внутренняя политика для американцев абсолютно является наипервейшим, наипервичным вопросом. И именно внутренняя политика сейчас находится в очень тяжелом состоянии, потому что имеет место кризис понимания того, what it means to be in America. То есть имеется в виду глубинный идентичностный кризис, который возник не случайно. Это является плодом, скажем так, более 50-летней работы как минимум гностических сект. То есть о этом можно поговорить более подробно, кто они такие и почему, допустим, со стороны консерваторов Америки есть обвинение в адрес Белого дома, что они там марксисты. Это гораздо более обоснованно, чем кажется на первый взгляд. Но тем не менее есть, нет. Америка глубинная проблема идентичности именно потому, что потерялось понимание того, что, собственно, нас объединяет. Тут надо понимать, что вся модель американского либерализма, она построена не на разнообразии, а на иллюзии разнообразия. То есть это разнообразие в единстве. Словно говоря, мы все очень разные, но в наших фундаментальных мировоззренческих установках мы смотрим на мир одинаково. Это не только американская, сама доктрина либерализма так была построена со времен Лока, со времен Гоббса и так далее. То есть она предполагает, что у всех людей объединяет некий одинаковый фундаментальный набор ценностей. Но в американском контексте это life, liberty and pursuit of happiness. Ну и частная собственность. То есть частная собственность, жизнь, право на преследование счастья и право на свободу. И если у нас у всех есть вот это общее понимание, то дальше внутри этого понимания у нас может быть очень большое разнообразие. Но вот с этим вот теперь наступает проблема. Потому что даже вот эти фундаментальные, то, что в Декларации независимости названо «самоочевидная истина», они перестали быть самоочевидны. Разные стороны буквально одно и то же событие трактуют одни как абсолютное моральное благо, другие как абсолютно моральное зло. В этой ситуации любая политическая борьба превращается в некую апокалиптическую борьбу просто за спасение мира. и это разрушает саму возможность проведения никакой консенсусной политики. Ведь это же очень видно. Ну, например, просто как это, допустим, влияет на экономику. Вот республиканцы пытаются сейчас в палате представителей пропихнуть бюджет, который… он даже… он все равно повышает потолок с долгой, но с некими ограничениями. То есть это не открытый чек, условно говоря, вы можете любую сумму подписать. А вот мы поднимем его только на эту сумму при условии вот некого ограничения таких-таких-таких программ. Но в ответ они не слышат со стороны своих оппонентов, что мы даже с вами разговаривать не будем. Только открытый чек. В противном случае вы вообще… ну, то есть вы грубите экономику и так далее и тому подобное. То есть для Америки на самом деле это не типично. То есть вот эта невозможность вообще даже найти некий консенсус, она разрушает. Но, я повторюсь, это не случайно. Это результат. Вот это как раз мы точно знаем, почему, кто и когда это все начало сеять семена, которые зашли сейчас. Вы так обмолвились, сказали, что внешняя политика это исключительно для внутреннего потребления и внутренних процессов, совершаемых... Функция. Ну, то есть, функция. То есть, уточняю. Не то, что исключительно, это функция. То есть, понятно. Но, если вы смотрите на то, что интересует американских политиков и американских граждан, то это примерно 80 на 20. То есть, может быть, местами 90 на 10. То есть, 80-90 это внутреннее, а 10-20 это внешнее. Просто вышли недавно опросы, там целый ряд позиций по войне в Украине, американцы поддерживают, не поддерживают, поддержка падает на 11, по-моему, процентов. Вообще, вот в пуле вопросов, что касается России, Украины, в 9 из 15 пунктах резкое падение. Ну, вот такое, достаточно приличное. Я видел этот опрос. Я понимаю, что вы говорите. Вы хотите сказать по этому поводу? И изменяется ли пункция происходящего в Украине для американской политической элиты? Ну, кстати, для американской политической элиты я не думаю, что она изменяется. Она примерно выполняет то, что им бы хотелось, она выполняла. А причина падения, ну, очень простая. У вас дома огромные проблемы. У вас реально огромные проблемы дома. То есть, простите, когда у вас преступность на улицах, когда у вас постоянный, ну, именно апокалиптический раскол. Вы не уверены, сосед, он вообще то бы добро или зло. То есть, у вас как бы, он уже не может быть просто с соседом. Он у вас либо апокалиптическое зло, либо апокалиптическое добро. Когда у вас поезда каждый день сходят, когда у вас панки лопаются, вам становится немножко нет, да, вот. Особенно для обывателя. То есть, как бы, это надо понимать. Особенно для обывателя. Его гораздо больше, ну, допустим, если говорить про Америку, его гораздо больше волнует вопрос в его школах, детям будут рассказывать про 50 гендеров или не будут рассказывать про 50 гендеров. Это ему в разы важнее. Прямо волнует. Ну, просто... Конечно, это в разы более важная тема для внутренней повестки. Повестка по абортам, повестка по гендерному разнообразию. Для внутренней политики это в разы имеет огромное значение с точки зрения того, что волнует, ну, опять-таки, что волнует людей. А еще тут надо понимать, это же... Там был очень важный момент именно по расходам, по вопросам, и там падение вообще критическое, дескать, с точки зрения обывателя. Вот мы год уже это поддерживали, ну, хватит. То есть, у нас, как бы, и дома проблем очень много, а тут вообще непонятно, сколько это все будет длиться. И особенно, когда вы бюджет принять не можете. Вы поймите, в Америке сейчас бюджета нет, они бюджет принять не могут. У них подтолок госдолга в июне. То есть, у них уже полгода, ну, там есть такая функция, называется специальные правозаимствами. Суть в том, что, как бы, Федеральный резерв поддерживает обслуживание госдолга без санкции Конгресса. К июню эта возможность заканчивает. То есть, им к июню бюджет надо принять. У них бюджет до сих пор не принят. Ну, вот, как бы, представьте себя на этом месте. Вас что волновать-то будет? Китай волнует их в разы больше, чем волнует условно то же самое происходящее. С точки зрения, повторюсь, обывателя в элитах, там все сильно сложнее, в зависимости от конкретного клана, в зависимости от конкретных специальных интересов. Но если вы честно задали вопрос по отношению среднего американского обывателя, то это, в принципе, очень ожидаемое развитие. Просто, вот, как бы, вот, какомета Галлея и хвост, да, вот, насколько этот хвост поддержки, там, финансовой Украины протянет Соединенные Штаты Америки? Потому что мы начинали вот с экономики... Я честно скажу, я не знаю. То есть, я честно скажу, я не знаю. Это зависит от очень многих факторов, начиная от конкретных каких-то тайных подковерных разборок внутри демократической и республиканских партий до каких-то черных лебедей, условно говоря. Если, не дай бог, не 4 банка, а 40 банков лопнут, то вся ситуация сильно изменится. Но я не могу это вам предсказывать. То есть, как бы, но, скажем так, вы, как бы, тренд обозначили, не то, что вы прочитали тренд, который явно обозначен, в принципе, можно сделать какие-то общие в целом выводы. Но ситуация постоянно меняется, ситуация постоянно в дефоркации. Так, а что меняют, эту ситуацию? Если там есть, идет какой-то тренд, то что меняет? Это предвыборная? Не, ну, вы спросили, сколько именно? То есть, вот вы спросили, сколько именно? То есть, вот такой конкретный вопрос, насколько. то есть поддержка и ну как функция да вот донорство соединенными штатами америки украины она будет иссякать иссякать и иссякнет урону логически рано или поздно да конечно то есть это не open check policy то что называется это не бесконечный расчет это не бесконечный кредит то есть как бы ну опять-таки это было это ожидаемого самого начала было никто же не рассчитывал на бесконечную поддержку то есть это никогда речь шла так никогда таком по сути ну по серьезному речи то и не шло то есть давайте не будем себя заниматься самообманом а вот конкретный вопрос насколько сильно насколько долго в каких обстоятельствах я повторюсь это слишком неопределенный процесс чтобы вам честно кто-то мог дать сейчас прямо ответ но я повторюсь сейчас вы поймите в америке именно внутренние как бы борьба она накаляется то есть условно говоря начиная им для того вот смотрите как оно происходит у вас внутри у вас вот этот кризис который мы вначале описывали и чтобы из него выйти вам нужна консолидированная сильная элита с проектом это достигнуть можно только двумя вещами либо найти компромисс но компромисс не находится либо одна побеждает другую причем в очень радикальной жесткой форме если не ну не речь не идет о физическом уничтожении разумеется это американский контекст но удаление не из публичной политики уголовные дела уголовные преследования вам элиту консолидировать нужно такой в истории америке примерно на самом деле происходит каждый 40 30 50 лет чтобы понимать просто допустим такое было при маккарти ну вот знаменитое имя хотя он не он лично там этим занимался но вот как как основной основном занимался конечно не было основным там гуверовская это в основном была идея или трумана забыл уже очень ночью проходила внутренняя элитная чистка такое было практически во времена никсона то есть это циклические процессы вот сейчас нужно делать примерно это и сейчас поэтому мы ожидаем усиление не мы а эксперты ожидают усиление внутренней борьбы потому что с одной стороны у вас есть условно говоря американские консервативные силы причем там есть и новые силы я бы здесь следил следил за которые основная посыл они пытаются вдохновить вот эту возродить ту американскую мечту которая была в 1776 году то есть момент 70 1776 года здесь бы я предложил следить за вот интересным кандидатом в президента республиканской партии индусом по происхождению вивеком рома с вами прошу прощения вот у него интересные мысли он молодой он первый миллениал который идет в президенты и вот он пытается провести такую интересную политику то что вот он пытается построить свою платформу его про-американа анти-американ то есть посмотрим насколько это удастся да еще повторюсь это достаточно длинный период ему может просто не хватить времени но с другой стороны чтобы надо понимать текущая демократическая партия она в принципе действительно можно назвать их ну результатом работы повторюсь марксистов действительно марксисты по своему основанию если вы помните марксистский основной документ это господи ну так манифест коммунистической партии вот как он назывался там в частности были такие слова то что у пролетариев нет ничего своего что надо было бы охранять они должны разрушить все что до сих пор охраняло и обеспечивало частную собственность уничтожение частной собственности вспоминаем что говорит международный экономический форум you will own a sink and you will be happy то есть вы не будете чем владеть и вы будете счастливать демократическая партия находится полностью в этой повестке то что называется и с джи инвариумент состояние велел эти гуси отношение к опять же из к моему из того же манифеста отношение пролетария к жене и детям не имеет ничего общего с кожуазными семейными отношениями буквально на днях выходит опрос то что в поколении джен-зи то есть вот это последняя доля не традиционно лгбт и прочего 20 процентов чтобы понимали два поколения назад она была 3 это либо какое-то уникальное и она не растет то есть аргумент о том то что их всегда было 20 процентов не работают потому что тогда за время вот этого года у вас оно должно было и в джен-экси и в бумерах тоже достигнуть примерно сравнимой точки ну хотя в этом 10-15 но она там как было 3 так и осталось но что она что в 2014 году 3 было что сейчас 3 в то время как допустим умиление алофанов 2014 было 6 стала 11 а в джен-зи вообще 20 то есть ну как бы вот этот план работает и ну и что там еще а им надо понимать что это очень хорошо ложится то есть создателем пропаганды маркетинга бернесси он был племянником фрейда марксизм именно в 10 в 60-е годы соединяет себя с фрейдизмом и меняет основной объект угнетение с пролетария на вот сексуальное меньшинство и следуя методом гностических всех создает гипореальность целью которой вот качественно трансформировать и разрушить общество одно и последние рабочие не знают отечества соответственно вот как бы нужно как бы государство когда говорят что повестка демократической партии и тех сил которыми со ними стоит она марксистская ну марксистская не марксистская троцкистская так точно и мы с вами прошлый раз обсуждали то что это началось 50-е 50-е 70-е годы связи с миграцией вот этой волны неофранксурской школы там марку за марку за в частности хоркхаймер до этого были идеи руди дучки который например привел вот этот долгий марш через институты то есть вы не может то есть наша цель не сломать института проникнуть его инфицировать его как вирус вопрос о том не метафора метафора о левых идеях как о вирусе 2014 год статья американском одном научном журнале прямо говорит women's studies as virus то есть они рассматривают свои вот эти исследования именно как вирус задача которых полностью радикально изменить систему то есть в принципе это очень должно быть похоже для понимания вашей аудитории потому что через подобное проходила и территория в том числе и украины косвенно если вы помните вот идея троцкизма о мировом пожаре перенесения страны в топку мировой революции то вот это примерно те же люди с тежими идеями и всегда надо понимать что такие идеи всегда идеальный способ разрушить чужое государство то есть всем очень выгодно спонсировать такие идеи в чужой стране и в чужом государстве и вот это вот это один фланг условно говоря американского политического спектра причем очень сильно очень агрессивный связанный с капиталом с компаниями с деньгами с крупнейшими инвестфондами непросто и с другой стороны у вас есть условно говоря контр элита старая консервативная которая цена находится в глубоком кризисы какие отдельные есть скажем так позитивные моменты точки надежды но тем не менее то есть вот насколько все острое у вас обстоит внутри страны на фоне того кризиса который мы описывали самом начале но вот просто в таком контексте картинка становится чуть более полной чуть более понятны почему все так сложно не почему так все сложно и так сложно давать конкретные прогнозы и были или простые ответы на сложные вопросы да это прям очень интересно и ну как бы сегменты вот этой да вот более общей картины они будут дополнились и жертва да во благо мировой революции условных закавычем нео троцкистов до или там троцкистов из америки которая по большому счету от которых и зависит но вот как бы обороноспособность сегодняшнего дня украины наталкивает на такие разные мысли но выхода этому не видно выход этому вот через внутренние как бы передряги в соединенных штатах америки или через ну помните вот это на поле боя вот все решится на поле боя как быть поэтому для украина ну для украины за для сша разумеется нет тут просто тут правильный вопрос для кого-то сша все решаться будет внутри вот для и паин line-off для украины да для украины сша все решится или вот в горниле этой по пожару революции нет но для украины все будет решаться на поле бой конечно то есть кабель для украины на поле в причем не зависимости от того что будут делать сша то есть это надо понимать для украины все будет происходить вот как бы там на полях сражения в зависимости от успеха причем как бы по всем сигналам которые даются это такая игра ва-банк в каком-то смысле то есть как бы соснулся если рассматривать заявление всех этих ведущих спикеров то это игра ва-банк то есть как и панли пропал или покерными терминами на такой all-in вот ну а для сша все внутри будет решаться повторюсь для сша проблема например для сша проблема китая в разы более актуал то есть если говорить то есть например вот тот же век он прямо говорит о том то что украина это его на его внешнеполитической китае это пункт номер один а украина номер даже не в топ-5 и такое очень много заявлений именно в контр-релите так полностью идет то есть если чтобы если вы оценивать от трампа до десантиса до даже более маленьких кандидатов все они говорят об одном то что наше стратегическое противостояние но с китаем то есть вот наша цель наш ключевой регион это тихо и индо-тихоокеанский регион вот это наша то европа европу постаточного принципа в конце концов они сами за свою безопасность платить не хотели пусть разбираются павел как вы относитесь к мнению что ну по приоритетам понятно но по сериям до первая серия украина вторая серия индо-тихоокеанский регион третья серия арктика мартику нет я не верю в арктику на самом деле если про сша спрашивать у них вообще-то из них максимум от этих океанский регион это я не думаю что они они бы предпочли без особого конфликта и мы им еще одного конфликта не хватает чтобы выход разрушена система много готовится подготовиться крупнейшие учения на филиппинах проводятся не просто так то есть вообще за последний год по моему филиппины интегрированы в разы более плотнее именно в военную инфраструктуру чем они были на предыдущие пяти 20-30 лет если говорить одно если мы не будем мое мнение знаете и что во первых что сша являются ключевым на самом деле игроков которые запускают скажем так волны хаоса по всей территории поэтому тут как бы отдельный вопрос я скорее считаю то что сша сами находятся в положении реагирующего и в принципе это повторюсь я вам не просто так про всех этих марксистов рассказывал с цитатами если обратите внимание так и недаром сказал то что марксизм это прекрасный способ разрушить чужое государство почему-то очень есть такой странный исторический факт что что на родине но не на родине она том месте где марск провел основную свою жизнь и в стране с которой он описывал все свои трактаты как-то пролетарских революций не случилось вот как-то вот он как-то вот она обходит стороной зато очень хорошо эта идея распространяются по всем стратегическим противникам этого маленького островного королевства то есть у нас по швабу по швабу да нет не по швабу как оказывается здесь маленькие другие зараженная грибком в голову муравьи по другому эффективный метод он работает с 18 века первые жертвы такой технологии была французская империя то есть французская империя между прочим за поддержку сша если вы не в курсе то есть франция и россия между прочим оказали решающее значение в победе североамериканских соединенных штатах войне за независимость 1776 года без их помощи очень все неоднозначно сколько бы революция была успешной и вот такой интересному совпадению вскоре после победы революции в америке происходит революция во франции на уже совсем другая революция со всеми другими людьми и скажем так есть версии что это связанный момент это была своеобразная месть за ну а так метод прекрасно работает если на рабочий метод рабочий сценарий он прям очень эффективен если вам нужно разрушать ваших стратегических оппонентов изнутри с россией неэффективные получается ну почему в семнадцатом году вообще очень эффективно получилось 18 веке да удалось как-то провернуть на это павла первого то убили как бы по-разному работает но да в тот момент с россией революция не получилось ну и тем более там были непредсказуемые последствия от наполеона потому что его там не ожидали а зато в семнадцатом хорошо получилось поэтому а те же люди я же те же люди принцип методик это я уже три раза повторил может быть кто-то я предполагал что может слушать или знает что такое гностические секты гностические секты это древний принцип мышления он тысячелетиями существует его цель пересобрать мир то есть они рассматривают мир как изначально порочную поломанную структуру созданная злым богом а их задача как носители определенного знания этот мир пересобрать и объединить под своей властью как бы метод тот же и они меняются то есть у них разные формы разные обличия но вот последние 200 лет это не 200 меньше там марксизм во всех его проявлениях именно марксизм является основным инструментом которым используется для подрыва ваших стратегических противников потому что он ослабляет его изнутри именно как вирус вот метафора вирус очень честно там есть много разных техник которые возможно они интересны но это все возвращаясь к тому теме что происходит вы сегодня беседу попросили собственно про североамериканские соединенные штаты поэтому тем насколько там все внутри сложно и скорее еще важно понять насколько мир больше шире и сложнее чем условно говоря маленький регион то есть которым угол наприковано по понятным причинам наше внимание но в глобальном масштабе мое мнение что это не более чем один из запалов в очень большой стратегической игре смотрите понятно что но это где-то и порог но где-то и достоинство что мы смотрим на эту стену через там кирпичик российско-украинской войны вот сегодня дня сегодняшнего у меня вопрос неожиданный если вот эти процессы происходят соединенных штатах америки то почему ну как бы понятен ответ на вопрос что все ждут развала россии революции бунта смуты и так далее но отдельные там политические комментаторы что вот завтра россия развалится да работает или не работает подобная на территории россии вот мне просто интересно если сравнивать америку как считает систему и как вот в россии там просто нет 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 понимать что эта технология она работает везде если у вас есть достаточно ресурсов намерений и желаний то эту технологию можно вообще в любой стране применить при наличии достаточного времени сил и трест поэтому на тот вопрос который поставили ответ ответ такой если говорить про то что происходит в россии там свои не происходит очень сложные процессы и насчет вот этой темы бунта ну а можно перезадать вопрос а кто он сказал что вообще такая цель кем-то изначально ставилась нет но артикулирует что же вам украина смотрите украина побеждает на поле будет украине в украине это очень сильно я знаю артикулируется но кто вам сказал то что это входит в планы планировщиков условно вот вот это вот мне интересен этот момент потому что украина победила какая-то крупная битва крупное поражение для россии и там вот сразу бунт и свержение власти вот это механика я сказал нет нет это нет механика в теории работать может то есть это рабочий сценарий он как бы есть наверняка есть не то что вернет а точно есть литные группы которые и в сша и в британии в европе которые сильно в это включены которые хотели бы такого сценария но это не говорит о том то что если этот сценарий для них не произойдет у них нету плана плана цель и так далее то есть это я бы надо я бы скорее это назвал приятным бонусом не более того для них то есть для них это не экзистенциальный вопрос что ну как бы это над государственное формирование вот эти сет секты расскажите о них поподробнее кто в них насеческий сектор не одну ну прямо сказать исторически я повторюсь это они существуют там тысячелетиями то есть исторически это условно группа интеллектуалов тайные общества они разные иногда любят организовывать но опять то что на слуху есть в принципе туда и туда и ходить только условно говоря без пиетета просто технически то есть это просто ну группы интеллектуалов которые определены вот такой мощный достаточно сакральной идеи которая повторяет себя то есть не вы ни много ни мало считаете себя спасителями мира потому что мире фундаментально построен неправильно то есть это плохой мир из него надо как бы либо сбежать либо переделать то есть вот он плохой а кто кто будет это делать но только достойные кто обладает вот этим знанием то есть как бы в классические секты вот просто можете брать учебник там по богословию смотреть историю гностических сетях там в первом тысячелетии позднее они мимикрируют меняются то есть начиная с 16 века с 17 века они именно работают по принципу на основных методов становится революции то есть потому что это очень удобно марксизм национализм либерализм все они в той или иной мере эти идеологии созданы вдохновлены вот этими гностическими идеями основной принцип их организации сети разумеется сетевые структуры они они считают себя выше любой национальной общности или выше любого государства и их лояльность исключительно идет по сетевому призму ну в принципе тут как бы ничего удивительного не ничего удивительного просто ввиду последних сообщений о тайном секретном плане папы римского который есть который о котором знают в сша не слышали в украине на но он как бы прорабатывается у меня возникает простой понятный вопрос так ватикан это вот эта секта нет ватикан это другой игрок он такие вопросы задаете надо долго объяснять как уж извините нет традиционно ватикан это альтернативная сеть то есть сети не одни есть много разных сетей немного их несколько то есть условно традиционно противостоять собственно ватикан один из традиционных оппонентов этих игроков то есть но тут есть много нюансов например есть версия причем в каталлических кругах то что начиная с 1962 года ватикан стал играть в союзе с этими скажем так игроками и здесь вы можете как символ этого посмотреть на такой интересный орган как совет по инклюзивному капитализме по инклюзивному капитализму при папе римском но исторически надо понимать нет ватикан исторически этому противостоял другое дело что с середины девятнадцатого века есть такой документа альта винди да кто-то считает подделкой но если смотреть по результатам как-то на подделку то не очень похоже там была идея в том что надо и ватикан инфильтрировать и переключить на свою сторону то есть как вот такая версия тоже такая версия тоже есть но исторически ватикан это другая сеть она со своим у них стоит у них своя у них тоже свой глобальный такой большой проекта если говорить о том что происходит сейчас ну конечно ватикан остается ключевым игроком именно потому то что у него есть главный навык вы должны понять что такое главный навык подобных больших длинных процессов эта стратегия то есть вам нужно обеспечить во первых возможность увидеть картину в истории не как вот очень популярное мироощущение но она опять таки она взращивается потому что такими людьми управлять очень просто которые думают что история началась с них да вот история начал то есть как бы вот как бы вам нужны группы которые могут передать следующему поколению вот некое большое историческое мышление стратегическое видение стратегические цели и задачи ватикан конечно одна из таких групп понятно что но мы даже перед началом нашего разговора вот как бы перед перекинулись парой слов об этом плане а роли папы римского а что это что это за идея давайте так я сформулирую вопрос но вот смотрите условно предположим есть некий план он секретный его бы хорошо бы прочитать я вам прямо скажу я поскольку его не видел ничего конкретного ему сказать не могу как бы вы его увидели если он секретный но о нем говорит сам папа римский зачем нет тут много и во первых очень вы должны понять сейчас миротворчество модно сейчас надо понимать что сейчас чуть ли по моему рак со своим миротворческим планом успел выступить надо вообще понимать что вот это тезис о том то что мы за мир это вообще очень модная сейчас в глобальной повестке позволяет занять идеальную позицию дескать вот злобные они за войну а мы за мир за мир за мир то есть это идеальный пиар ход и почему папе римскому в этом пиар процессе не поучаствовать непонятно то есть вот такое простое объяснение которое на мозг в принципе какую-то часть реальности очень хорошо отражает если говорить о других объяснениях то правда нам не хватает информации но очевидно то что просто такие такие древние структуры не наблюдают за такими процессами по особенно в рамках того то что они считают своей ну по крайней мере частью своей исторической территории мы должны напоминать вспоминать что часть украина например входила в австро-венгерскую империю австро-венгерский империи это было вообще-то вторая любимая дочь ватикана то есть это любимый же проект то есть какие-то соответственно связи наследие мнения позиции остались и возможно пытаются заявить нечто подобное но опять это все чисто и спекуляции но исторические предпосылки есть павел я бы я бы правда сковорю я бы честно на данный момент сконцентрировался на простых объяснениях за не имение больше информации сейчас все модно играть в мирные планы от китая до ирака через ватикан турцию всем прям все говорят замер потому что это ни к чему не обязывает вы должны понимать когда вы говорите за мир вас формально это ни к чему не обязывает а а вот условно в странах незападных это вам создает очки а в бразилии очень много замер что же говорить я забыл то есть вот тоже пример ну ни к чему же не обязывает вы же ничего не терять этого а выглядите морально очень хорошо это важно ну да вы ничего не теряете ничего не делаете говорите и все хорошо но а к чему тогда обязывает и что это был за жест который очень но очень критически воспринят было в украинском медиаполе медиапространстве когда папа римский целовал на перстный крест представителя рпц в венгрии во время своего визита где собственно и прозвучало вот это заявление ну они друзья то есть как вам объяснить есть часть структур внутри русской православной церкви которая является большим другом ватикана очень просто это идет со времен митрополита никодима ротова и его это еще с 60-х годов тянется то есть опять же вы должны еще наверное понимать что все эти сетевые структуры они неоднородные это не то что там есть вот такой очень жесткий тоталитарный диктатор и вот он может над всеми держать очень большой контроль наоборот именно в силу того высокого навыка человеческого капитала который требуется для участия в подобных структурах они все там очень часто перемешаны есть примеры в истории когда человек одновременно там в пяти орденах состоял то есть он был тамплиером и масоном и иллюминатом и вот и и как-то у него это все сочеталось то есть к этому вполне возможно что часть как бы то есть это и мы точно знаем что в рпц есть очень большая такая небольшая небольшая по крайней мере на уровне части иерархов группы с симпатиями к ватикану и ответными симпатии соответственно то есть как бы это часть может быть вот это то есть я бы с этим скорее связывал но они друзья скорее ларион вообще по внешним связям отвечает ну да именно то есть отвечу отвечал по внешним связям да и соответственно скорее всего есть какой-то элемент от личных таких отношений дополнение ко всем прочим но это конечно отдельная тема представители ватикана в русской православной церкви это конечно прям очень так можно кино наверное снимать и особенно там влияние кино кирилла что кирилл а тут украина ну опять это это мы идем в очень большие сплетни в которых мы такие детали не знаем но тот факт то что особенно в последние 50 лет есть огромное общение между именно и структурами иерархий но есть это бесспорный факт то есть а дальше вот на основе этого факта можете в силу полета своей фантазии интерпретировать ну смотрите фантазии фантазиями но то что мы имеем смотрите выходит папа римский говорит мирный план как бы обнимается с иларионом будет китай до принимает звонок от зеленского си цзиньпин от байдена не принял а от зеленского принимает макрон макрон же не стали летал лично макрон прилетал просил унижался но должен про китай вообще все очень просто китаю нравится когда перед ним унижаются белые обезьяны какая крамольная мысль нет крамольная мысль вам любой специалист по китаю это знает китайцы точно также не считают никого за людей кроме себя нет я скандер контексте вышеупомянутых событий то есть как бы ну вот целый макрон прилетал посмотреть как там урсулу фон дер лайн встретили проводили и тоже все китайцы очень в этом смысле вот плане ремонии в плане кто кому позвонил ради чего кто пошел целовать туфли императора кто не пошел целовать туфли императора это очень для них важно поэтому чисто ради этого это стоило для них но там был очень простое практическое объяснение посла надо было назначать была такая универсальная тема что надо было назначить посла прекрасный повод вот тем более после целого визита макрон целый макрон приезжал просил за ух какая интересная интересный взгляд до ракурс на точка зрения но я к чему я к тому что папа римский с мирным планом с представителем рпц си дзиньпин назначает спецпредставителя который был послом в российской федерации то есть вот какая-то вот странно странная логика такое ощущение что и почему странно только подковерная игра идет сушки но мы что вы вы же серьезные как бы вас и аудитория достаточно серьезно самого начала войны идет подковерная игра за условия будущего мира это все части одной игры просто судить надо по плодам то есть я бы здесь просто призывал слушателей на вот эти вещи внимание обращать но не вдаваться в интерпретации смотреть на действие очень важно и смотреть на действие но просто принимать тот факт что разумеется ведется большая игра постоянно ведутся переговоры постоянно ведутся постоянно ведутся постоянно ведутся многосторонние переговоры. Эти переговоры постоянно всрываются, постоянно создаются, постоянно переосмысливаются. То есть это все такая динамическая картина. Ну, извините, я просто сразу дам. Нет, очень ценно. Просто, Павел, понимаете, когда там гимнут люди к нам кричать «не шагу назад» или «вперед», ну, правда, тоже непонятно. Одни говорят, эксперты военные, что мы Крым будем силой выбивать. Тут ходит министр обороны, говорит, будет мирным путем возвращен, военно-дипломатическим. И когда, ну, если бы не было смертей за вот этими ну, как бы вещами кулуарными, тогда бы к этому, наверное, было бы другое отношение. Нет, нет, здесь этого права абсолютно. К сожалению, Игорь, это, конечно, очень кровавая. Но она всегда такой была в истории. Тут ничего, к сожалению, добавить нельзя. Никогда в истории по-другому оно не происходило. И было бы наимно думать, что оно произойдет по-другому сейчас. Дорогие идут большие, это война не первая. Она еще долго длится. Причем переговоры будут идти всю войну и причем в глобальную войну. Это закончится, когда, все это закончится, если мы начинаем вопрос, когда будет проведено подобие Ялты. Вот, чтобы вы понимали, Ялта, Ялтинск, то есть проблема в чем? Был Ялтинский, то есть любое большое мироустройство имеет в своей основе некий основополагающий мирный договор. Любое. То есть вообще модерн начинался с такого мирного договора. Это был Вестфальский мир в 1648-го года. Потом были другие договора. Был, например, Венский Кондресс, был Версальский договор, была Ялта. То есть все последние годы мы так или иначе жили в Ялтинской системе. Ялтинской системы больше нет. Вообще. Ее просто нет. Соответственно, по сути, по-строгому, все договоренности, которые были оформлены внутри этой Ялтинской системы, они уже не совсем легитимны. Включая, например, многое, что связано с ООН. Поэтому сейчас это идет большая... Собственно, и та война, которая началась, и которая будет длиться, она будет длиться до тех пор, пока не будет проведена новая большая конференция, на которой будет заключен новый договор, который определит правила на следующий цикл. То есть а до этого будут гибнуть люди. Потому что в истории оно так всегда происходит. Никогда это мирно не проходило, к сожалению. Такого рода исторический кризис всегда только через войну. И по сути, что сейчас происходит? Сейчас происходят торги за место, за столом на этой конференции и за ваш вес на этом столе, чтобы эти правила учитывали ваши интересы. Да, друзья, пожалуйста, подпишитесь, поставьте лайк. Павел Щелин тоже есть на Ютубе. Пожалуйста, кликайте, переходите. В Телеграме есть, в Телеграме. Можете подписываться тоже. Обязательно. Ссылки в описании. Поэтому, ну, как бы откройте, посмотрите и следите за новым контентом. Достаточно интереснейший у нас вышел такой разговор с очень неожиданными поворотами. Но самый главный вопрос. В школе мы договаривались, да, вот как бы мейнстримом США. Вот США начали, США давайте и закончим. Знаете, бытует такое стереотипное мнение, ну, в принципе, где-то справедливое, что на территории США, ну, не воевали. Ну, вот, войны, как бы, не было. Ну, я так понимаю, что идет речь о мировой войне, ну, как бы, на территории. Понятно, что там были свои, как бы, конфликты. Север, юг и так далее. Ну, смотрите. Вообще, это самая большая война, вы знаете, для справки. В гражданской войне северо-юга погибло 600 тысяч человек. Это самая крупная по потерям конфликт 20 века внутри, ну, условно, белых держав. Да, так вот, так вот, так вот. Есть ли какие-то, ну, скажем так, предпосылки того, что при, как бы, вот, да, вот этом глобальном историческом переходе, историческом кризисе война окажется на территории Соединенных Штатов Америки? Ну, прям война, война крайне маловероятна. Нет, если говорить серьезно. Другое дело, то, что происходит сейчас, это и есть холодная культурная война внутри США. То есть просто холодная гражданская война. Она другие формы имеет. Мы можем поэтому, что, скорее всего, предсказать можно, мы увидим рост насилия, то есть внутри США. Условно говоря, 30-е годы внутри США не были войной, но по последствиям, например, по разгулу преступности, по проблеме, ну, наркотической, отсюда вся эта эстетика мафии, по голодным очередям, по экономическому краху. Вот такое, ну, оно все равно, я бы не сказал, что прям сильно-сильно вероятно, я думаю, обойдутся, будет очень больно, но до такого дела не дойдет. Но вот что прям война на территории, оно же никому не надо, это очень важно, кому нужна эта территория США. Ну, то есть в том смысле того, что оно не нужно. То есть Китай не собирается захватывать США. То есть ни одна из других мировых держав США захватывать не собирается, да и не может. Все-таки два океана – это очень надежный воркосный щит. Но гораздо большую угрозу представляют процессы вот этого внутреннего хаоса, который может принимать самые различные формы. То есть вот это для США в разы больше угрозы, что просто, допустим, система внутренняя перестанет способна поддерживать мир, хотя мир и порядок в обществе. И тогда просто у вас такая будет энтропия, что вам никакой войны не нужно, чтобы страну тормознуть. То есть вот эта главная угроза, на которой все ответственные мыслители внутри Соединенных Штатов думают и размышляют. Посмотрим, как оно будет происходить. Да, очень интересно. Спасибо за этот насыщенный и очень интересный разговор, Павел. Всех вам благ. Друзья, спасибо большое вам за просмотр этого видео. Ставьте лайки. Увидимся обязательно. Добра и света.